Приветствую вас, не буду как бы загружать вас в предположение о том, какую роль вы играете в этой ситуации и о том, какую роль играют ваши эмоции в этом и то, как вы это воспринимаете и так далее. Насколько вы честны с собой. Я, на данном деле, понимаю, что речь идет о женщине, я понимаю, что речь идет о ней и хотите вы понять для себя, чем продиктовано такое вот ее поведение. Значит, как это очень похоже по вашему сообщению, что она хотела вас не интересовать, чтобы вы, ну, как вот она думает, чтобы вы ей увлеклись, чтобы вы ей выинтересовались, чтобы появили себя как-то. Вот. И после этого она могла бы совершенно спокойно вас, значит, от себя как бы оттолкнуть, показав вам, что, значит, ну, собственно, что вы ей не нужны. То есть ее цель была, по сути дела, самоутвердиться. Ну, вот так, по крайней мере, мне показалось, исходя из текста вашего сообщения. То есть изначально она хотела просто вас привлечь, привлечь ваше внимание, когда у нее это получилось, ну, по ее мнению, когда это получилось, вот, значит, когда она смогла это сделать, то вы ей тут же, вы ей тут же стали, вообще-то говоря, не нужны. И, соответственно, она посвятила вас в то, с чем она занимается, то, насколько действительно вы для нее важны, ну, или насколько она отценивает ваши отношения. То есть здесь имеется такой вот личностный смысл по большому счету, то есть смысл для нее именно в том, чтобы вас, чтобы не только даже задеть вас, а чтобы утвердиться, самоутвердиться самой. Это вот то, что можно констатировать, исходя из того, что вы написали. Существует, конечно, и другой вариант развития событий. Дело в том, что, во-первых, вам при этом варианте ни в коем случае не стоит думать, что как-то виноваты вы. На самом деле вы сделали все, что могли в этой ситуации и вели себя совершенно нормально. Просто женщина изначально была настроена на свои какие-то определенные цели. И, соответственно, из-за этого у нее и родилось такое вот поведение. Такая вот реакция на вас. Значит, здесь вам нужно понять просто, что все ее действия, они не связаны с вами как таковым, а все они, все ее действия связаны только с ее личными желаниями и мотивами, которые к вам не имеют никакого отношения. Далее. Значит, существует еще один вариант, о котором можно сказать. Это вариант такой, что, значит, она могла вам таким вот действием дать понять, что не приемлет общение по интернету, и что для нее, например, общение такого типа, то есть общение, ну вот, неживое, для нее неприемлемо, она серьезно его не воспринимает, а воспринимает его только как издевательство и, собственно, показывает вам, что мужчин, которые вот-вот отдают предпочтения живому общению, да, она не уважает. Вот. Опять же, знаете как, можно говорить о том, что, ну, вы можете сказать, да, сами, сами так, а у нас же все только развивалось, я как бы не мог знать, что она так относится к этому, и она не говорила никогда и так далее. В этой ситуации, опять же, вы сами, как бы не виноваты. То есть женщина, ну, действительно, могла бы сказать вам о том, что вот, извини, меня там не устраивает, мне не нравится, там, такое общение, давай, там, будем все-таки, и, эээ, давай там с мужиковой встретимся, и так далее. Но она этого не сделала. И это значит, что, видимо, ее представление о том, как должен вести себя мужчина, и ваши представления об этом, они различаются. И надо сказать, что это нормально. То есть нормально, что такое отличие есть, и нет ничего удивительного в том, что ваши, вот, как раз, ценности, которые проявились очень хорошо в данной ситуации, оказались довольно различными, потому что это помогло вам понять, что, например, ну, допустим, что человек не ваш, что человек, там, совершенно немного, ну, совершенно других взглядов, человек совершенно по-другому в мысли, вас это не устраивает. То есть не обязательно, что речь идет о самоупотрясении, не обязательно, что речь идет именно о игре, что вот, что она играла обязательно, да. Речь идет о том, что, может быть, она просто ждала от вас какого-то другого общения, но не удосудилась вам пояснить, чего она хочет, или даже намекнуть на это. И здесь, конечно, ситуация такова, что, ну, опять же, вы не могли знать того, что она от вас хочет, тем более, что человека вы как такового не знаете. То есть здесь основная проблема, которая кроется заключается в том, что, значит, вам не нужно как-то вот проецировать на себя то, что происходит. Я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что вам неприятно, что вам больно, но это не ваша вина. Она бы поступила так в любом случае, чтоб вы не делали. И вы хотите узнать, почему она так поступила, вы хотите узнать, чем обусловлено ее поведение, чтобы объяснить это себе, чтобы, ну, не испытывать боли, может быть, или унижения, которые вы сейчас чувствуете. Правда заключается в том, что, вот как мне видится в ситуациях, что женщина, женщина, она могла поступить подобным образом просто по наличию. То есть вот, появилась возможность, она была и поступила. И все. То есть, если вот ее спросить, она скажет, ну, вот так получилось, поступила, захотелось и все. Вот. То есть, она будет отрицать любую причастность вас к тому, что произошло, к сожалению, будет отрицать. И вот это, то, что она будет отрицать, является ключевым, что, чтобы мы не сказали, какую версию мы бы не выдвинули, она это будет отрицать. И все равно, в любом случае, всегда, это значит, что останется, по сути дела, такая вот, ну, недосказанная. То есть, то есть, какого-то вот стопроцентного варианта, почему она повела себя так именно, ну, вряд ли, вряд ли будет. Разве это столько предсказателей, или, например, ее друзья, или ее знакомые скажут вам, почему она точно так сделала. Вот. То, что вы говорите о том, что, значит, это было, это связано с вами, что она для вас это все сделала, то есть, как бы вам показывала, что вот она такая. Допустим, допустим, это так, это в большей степени свидетельствует о том, что она пытается за вас, за ваш счет самоутвердиться. Вот. Она пытается за ваш счет это сделать. Просто самоутвердиться и все. По сути дела. Вот. Вот. Значит, я хотел бы задать вам несколько набросов, которые, на мой взгляд, вам нужно будет проработать. Значит, первое. Почему вы, значит, выбрали женщину в интернете? Почему вы проявляли статию женщине в интернете? Почему не, так сказать, в живом общении? Чем это связано? То, что вы, это, выбрали именно такую модель поведения? И второе. Это, почему вы, и почему, и для чего вы следили, посиделая за ее инстаграмом? В частности, знаете, вот, когда она выложила видео, когда она его удалила и так далее. То есть, что двигало вами, когда вы следили за ней? Зачем? Какое чувство? Постарайтесь его выявить, отследить, и вы придете к причинам, которые это чувство породили, и которые позволят вам подкорректировать свое поведение, так, чтобы больше не попадаться в подобные ситуации. Ну, а я, с моей стороны, думаю, что на этом можно закончить. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы ко мне, буду рад помочь. Пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!